Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, узнаем из репортажей наших народных корреспондентов в этом выпуске. В Риге прошел творческий вечер поэзии. Русский центр в Монагуа празднует трехлетие. О творчестве художника Алексея Саврасова рассказали в Барнауле. А теперь более подробно об этих и других новостях. Ярмарка русской кухни и соревнования по футболу. Такими яркими и необычными событиями запомнилось празднование третьей годовщины русского центра в столице Никарагуа. В торжественном мероприятии приняли участие студенты, преподаватели и активисты. Вот уже на протяжении трех лет жители Центральной Америки знакомы с русским центром в Монагуа. Здесь все желающие изучают русский язык, узнают больше о национальной культуре и даже приобщаются к народным традициям. Поздравляем Центр Русского Мира в Унан-Монагуа за третью годовщину. И тоже приглашаем всех заинтересованных людей, которые хотят научиться говорить по-русски, чтобы записались на курс. Накануне открытия 14-й Ассамблеи Русского Мира при Государственном университете в Монагуа прошли торжественные мероприятия в честь третьей годовщины со дня открытия центра. Специально к этой дате сотрудники подготовили веселую и необычную программу, которая никого не оставила равнодушным. Студенты вместе с преподавателями участвовали в соревнованиях по футболу, настольному теннису и даже шахматам. В конце праздника все гости получили приятные призы и побывали на дегустации русской национальной кухни. Стихотворения латвийских и русских поэтов прозвучали на поэтическом вечере в Риге. Традиционная встреча прошла в рамках празднования Дней русской культуры в Латвии. В этом году им исполняется уже 10 лет. В осень придется войти, как ни тревожно. Свернуть середины пить пути нам невозможно. Для ценителей литературы и искусства в Риге прошел творческий вечер «Десять ступеней надежды». Гости увидели презентацию ежегодного поэтического альманаха поэзии «Письмена», а также услышали произведения в исполнении самих авторов. В новом сборнике оказались произведения латвийских и русских поэтов ближнего и дальнего зарубежья. Невесомый облачный корабль отплывает, заскочет на мост. «Пусть несет нас нежно, речка осень, в новогодние елочные дары». В конференц-зале Балтийской международной академии побывали также и новые авторы. Некоторые из них вступили в Балтийскую гильдию поэтов совсем недавно. Так особенное впечатление на зрителей произвело выступление Ольги Редковой. Девушка представила публике свое творчество впервые, и выступление на вечере для нее оказалось премьерным. А планку держит небо надо мной, и я под ним всю жизнь совсем лосарь. Могу бы сказать совсем наоборот. Нет, надо мной решительно смеются. Мир продолжается, он дышит и растет. Гости и организаторы вечера отметили, что даже несмотря на необходимость соблюдения карантинных мер, в том числе социальную дистанцию, ограничения не помешали поэтам и ценителям искусства прочувствовать эмоциональное и духовное единение. Надежда русского искусства. Так этого художника в XIX веке называли современники. Именно он сумел вдохнуть жизнь в хмурые и обыденные виды российских просторов, открыв новый тип пейзажа в художественном искусстве. Подробнее в репортаже нашего народного корреспондента Анастасии Наборщиковой. Могила на Волге. Эту картину Алексей Саврасов написал, когда умерла его новорожденная дочь. Личная трагедия стала поворотным моментом в творчестве мастера и открыла новую страницу в истории русского пейзажа. На этой картине он изобразит старый погост с покосившимися крестами и выразит в этой картине всю боль человека, когда человек рассуждает об утрате. Но эта картина, исполненная горя, в ней Саврасов все равно дает человеку надежду. Он дает надежду на будущее, на счастье. История художника началась в знаменитом московском доме Юшковых, где было открыто училище искусств, художеств, изучества. Здесь начали творить лучшие художники России. Проблемы со зрением не мешали Саврасову творить и преподавать. Рядом с ним трудились педагоги, воспитавшие знаменитых художников. Среди них были Левитан, Пастернак и Трубецкой. Преподаватели и учащиеся Московского училища живописи и военноизучства всегда ощущали себя одной семьей. Они поддерживали друг друга на протяжении всей жизни и очень ценили вклад каждого в изобразительное искусство нашей страны. На выставке, посвященной 190-летию Саврасова, представлено 35 работ самого мастера, его учеников и друзей. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем вспоминать о подвигах соотечественников. Историю ветерана Ивана Тетерина, участника ключевой битвы на Курской дуге, нам прислала Алина Гидиева из города Черкеска. Давайте посмотрим этот сюжет. Школьники часто бывают в гостях у Ивана Тетерина. Он рассказывает им фронтовые истории, как защищал родину от фашистских захватчиков. Даже читает стихи собственного сочинения об ужасах войны. Но сегодняшний визит не совсем обычный. Вместе с представителями администрации Прикубанского района ребята пришли поздравить ветерана с наступающим юбилеем победы. От имени главы региона Рашид Париспилича Тимрезова и от имени главы администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Ибраимович Чумаева от себя лично тоже поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать вам всего доброго, самого хорошего, счастья, долгих лет жизни, здоровья, мирного неба. Когда началась Великая Отечественная, Иван Тетерин только закончил фабрично-заводскую школу в Таганроге и работал слесарем на заводе. В 43-м году его забрали на фронт. Несмотря на почтенный возраст, Иван Иванович помнит не только фамилии всех фронтовых товарищей, но и даты сражений, в которых принимала участие его дивизия. Слушая его рассказы о войне, ты сам будто становишься свидетелем тех событий. «19 июля началось наступление на Курской дуге. И мы, как участники, были Курской битвы на Южном крыле, на проливе вражеской обороны на реке Меус». Через месяц во время штурма саун-могилы на Донбассе Иван Иванович получил тяжёлое осколочное ранение. Он пять месяцев провёл в госпитале, был комиссован из армии по инвалидности и вернулся в родной Таганрог. «Немцы всё разграбили, ничего не осталось. Осталась одна шкура с коровы. И на потолку достали, обчистили горячей водой из шерсти. Сварили шулюн. И вот это у себя есть. Всё пропитание было». Перед уходом школьники прикрепили на двери Ивана Ивановича табличку «Спасибо за победу». В знак благодарности за мир и победу. Глядя на ветеранов и слушая о том, что выпало на их долю в годы войны, стоит задуматься, в каком неоплатном долгу перед ними все последующие поколения россиян. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskiymir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин